коллеги привет сегодня с вами хотел поделиться обзором именно в простонародье называемым болгаркой от фирмы makita аккумуляторной болгаркой от фирмы makita вот это болгарка 18 вольтовая моделька и и xaj06 z приобреталась она в соединенных штатах вот makita выпускает две виды два вида болгарки то есть это новая модель здесь встроен бесщеточный двигатель и также есть модель стара там бесщеточный двигатель отличие у них естественно существенное так как модель модель две разные модели сейчас покажу вам я ее распаковал хочу показать вам что входило в комплект как видите в комплект входила сама болгарка здесь не был просто голый инструмент без аккумуляторов ходила сама болгарочка сама инструкция по применению плюс гарантийный талон тоже стандартный набор это ручка зажимной ключ и 22 кожуха то есть один открытый кожух но здесь быстросъемный клип состоит и также полузакрытый кожух здесь естественно надо будет зажимать по старинке это либо отверткой либо зажимаете шутку и также в комплект входило два круга один круг отрезной фирмы makita и один круг шлифовальный тоже фирмы makita я так посмотрел краткой инструкцию я понял что здесь в этой болгарке вот этот зажимной шайбы надо использовать их по-разному то есть если когда вы вставляете отрезной круг то вот эту шайбу вы должны ставить плоской частью вниз но если вы решили шлифовать что-то металл какой-то то вот эту же шайбу только вы уже вставляете вот этим если вы видите вот этим выпуклой частью именно вниз для того чтобы можно было зажать сам диск характеристики пойдем по характеристикам сама модель как видите еще подрузку x-a g06 здесь в ней 8500 оборотов в минуту здесь ручка очень для меня удобная прорезиненная то есть руки уже не будут скользят и очень удобно что большая кнопка здесь стоит сам предохранитель пока вы не наш не опустили его вниз кнопку вы не нажмете единственно большой минус этой кнопки вам придется ее постоянно держать то есть здесь не предусмотрено никакого зажима чтобы просто держит но чтобы она вы нажали отпустили руку взяли как вам удобно и пошли резать там или либо шлифовать сейчас я покажу как она собранном виде откручиваем здесь сами зажимные шайбы возьмем быстро зажимной защитный кожух очень удобно здесь предусмотрено одевание провернули как вам удобно сам кожух и зажали мне удобно на я сам правша мне удобно правой рукой резать ну единственно что немножко не не знаю почему не додумали что этот кожух получается не становится конкретно ровно остановится как вы видите немножко под углом то есть получается когда вы будете пили то придется болгарку вот эту верхнюю часть вам приподнимать чтобы отрезать ну ладно также вставляем ручка здесь предусмотрено с двух сторон справа и слева отверстие для вкручивания ручки вставляем шайбу и возьмем отрезной круг поставим для того чтобы зажать сам отрезной круг здесь предусмотрена кнопочка просто нажали в стандартных болгарках нажали и ключом здесь придется наверно ключом зажимать потому что от руки я попытался но что-то у меня не получилось нажали меня очень сильно удивила эта болгарка так как сюда подходят все виды аккумуляторов от фирмы makita то есть здесь входит даже представьте себе полтора амперная батарея можно поставить и болгарка будут работать так же здесь предусмотрен забыл сказать предусмотрен индикатор разряда батареи а также можно поставить 3 амперную батарею долгарка сама очень устойчиво вы поставили батарею и можете поставить на стол она будет стоять также здесь все отцентрировано вот как вы видите перестала отцентрировано то есть в руке она лежит очень компактно и удобно но вот вы слышите болгарка она я бы не сказал что сильно очень шумит в отличие от моей сетевой болгарки старой модели makita то это для меня это болгарочка очень тихо работает цена цена покупки моей обошлась я ее выиграл на аукционе обошлась мне эта покупка 91 доллар сама покупка естественно это цена без доставки вместе с доставкой мне обошлась эта покупка плюс там еще один был инструмент сниму ролик покажу вам в общем сложности мне обошлось 175 долларов тютинка в тютинку вот эта сумма обошлась мне эта покупочка все ссылочки вы увидите внизу подписывайтесь задавайте вопросы буду рад ответить все всем пока